Добрый день, это программа Paradox. В эфире ведущий Степан Димура, телефон студии 6510996, код города 495. Поговорим мы сегодня о таком мифе, как плохая русская трудовая этика. Это особенно, по-моему, актуально в свете того, что произошло вчера. А вчера, напомню, произошла очередная авиакосмическая катастрофа. Потеряли мы Протон, носитель, который отличался особой надежностью, обычно летал и не взрывался. Вот вчера потеряли не только Протон, но и три якобы спутника ГЛОНАСС, которые там были. Были они там или нет, на самом деле вопрос открытый. Ну, пообщался со специалистами, экспертами. И на самом деле они считают, что во всем виноват один из подрядчиков, это ООО РПЦ. И здесь они указывают на два возможных момента. Это первое, не долив святой воды в гептил. И второй момент использования некачественных китайских запчастей. Наверное, кодила было тоже китайского производства. Ну, на самом деле это шутка, конечно, если кто еще не понял. Ну, на самом деле логика может быть очень простой. Если сейчас, скажем, священники освещают ракеты, раньше этого не делали, ракеты летали, теперь они их освещают, они не летают. Во всем, возможно, виновата новая практика. Ну, по крайней мере, такой логике могут следовать политтехнологи и экономисты. Ну, а в гостях у нас сегодня человек более серьезный. Это Майкл Бум, редактор отдела мнения и комментарии газеты «Москву Таймс». Добрый день, Майкл. Добрый день. Спасибо, что пришли. Вот вы подарили мне очень интересную книжку, на самом деле. Начал читать. Так, открыл, начал читать. Называется «The Russian Specific». Русская специфика. «Анализ постсоветского культуры труда или трудовой этики». Вот, Майкл, реально, трудовая этика русская. Все говорят, что мы делаем все через задний проход. Да? Кстати, очень интересная мысль только что пришла. Почему задний проход, а не вход или выход? Ну, ладно. Ну, на самом деле, я придерживаюсь такой точки зрения, что это такая некая абстракция. По большому счету, это как, когда я жил в Америке, все говорили, что русская мафия с Брайтон-Бич там разбавляет бензин ослиной мочой, например. Я всегда удивлялся, откуда на Брайтон-Бич русская мафия. Там русских-то нет? Да? А кто там? Русскоязычные. Русскоязычные, да. Это две большие разницы. Ну, давайте начнем нашу дискуссию с простого такого определения. Что такое трудовая этика? Ну, я хочу сказать, что в чем миф и в чем реальность? Миф в том, что генетически изначально из молодых ногтей у русских плохая трудовая этика. Нет, а что это такое? Трудовая этика? Вот как вы ее определите для себя? Ну, как человек относится к работе, как он работает, как он гордится результатом или не гордится? Ему все пофигу или он... Дело в том, что... В чем миф? Что очень много не от него зависит. Потому что я глубоко убежден, что бытие определяет сознание. И бытие определяет трудовую этику. Русские не виноваты. Спасибо, утешили. Просто такая страна, понимаете? Это наша родина, сынок, понимаете? И я всегда говорю, что вы поставите любого чудо-голока американца в ужасные, уродовые русские условия, и у него будет совершенно другая трудовая этика. То есть, и тоже вы поставите... Но самый наградный пример, когда русские эмигранты оказываются в нормальную страну, допустим, в Америку, где хорошо платят, где есть медстраховка. И где что-то от тебя зависит. Пенсионная программа. Когда уважают твой труд, когда начальник нормально к тебе относится, нет такого понятия, я начальник, ты дурак. Когда вообще другое отношение к русскому... Да, когда есть социальный лифт. Медведев все время говорит, что в России нет социального лифта. Когда блат есть, блат везде, но блат сведен к минимуму. Когда это все делается на уровне не кто твой дядя, кто твой папа, а что ты делаешь. И сразу отношение русского менталитета меняется кардинално. Не всегда, но чаще всего. Поэтому для меня это наглядный пример, что это бытие определяет трудовую этику. Ну, очень часто говорится, что русский менталитет и так далее. Это играет какую-то роль, но я бы не преувеличивал русский менталитет, обломовщину, все это. Это, скорее всего, стереотип, это играет какую-то роль. Но самое главное, в каких условиях россияне работают. Если так разобраться, посмотреть, ну, вот, скажем так, какова трудовая этика раба? Ну, у него нет ответственности. И он может спокойно портить средства производства, потому что от него ничего не зависит или ему ничего не принадлежит. То же самое трудовая этика крепостного крестьянина. Правильно? Да. Ну, а если посмотреть, у нас большая часть населения как раз находится в таком положении. Это рабы или крепостные крестьяне. Не согласны? Ну, очень мало изменилось. Да. В том-то и дело, что я считаю, что Советский Союз огромный вклад, просто гигантский вклад в нас внес в ущербную русскую трудовую этаку. А почему вы так считаете? Очень много элементов. Это ипофигизм, это хочешь не хочешь куй, все равно получишь. Это маленькая зарплата. Можно просто начаться маленькой зарплатой. Это этого достаточно. Безответственность. Никто, понимаете? Ну, вы, наверное, имеете... Ну, смотрите, что значит безответственность. Ведь в свое время за безответственность можно было и в тюрьму сесть, и в лагерь попасть. Нет, я имею в виду, что было очень сложно уволнять человека в Советском Союзе. Как человек относился к работе? Работа есть, работа всегда будет. Как я буду работать, качественно или некачественно? От этого ничего не зависит. Зарплата, примерно, одинаковая. Да, уравниловка и более того, даже если бы он хотел лучше работать, как он мог бы работать в такой гнилой системе, когда от него не зависит, когда запчасти, когда они есть, они плохие, когда их нет вообще. Поэтому это порождало общий пофигизм, потому что это было противном, неприема. Если у вас была внутри себя хорошая трудовая этика, все равно вот эта гнилая система фактически использовала все. Не многие ведь могли не то чтобы выжить, а вот остаться самими собой, по большому счету. Ну, были, как были отдельные недостатки, конечно, были не отдельные заслуги. Смотрите, были, скажем так, вот что у нас финансировалось и что считалось престижным в Советском Союзе, это наука, ВПК, ну, в общем-то, ну, еще офицеры тоже неплохо получали, служить в армии это всегда считалось престижным. Ну, отдельные заслуги. И смотрите, ведь у нас же сейчас практически что осталось, осталось чуть науки, там же был большой задел, и осталось чуть ВПК. Но ведь сейчас инженеры ВПК, они получают не такие же большие деньги по современным меркам, и у нас, в общем-то, ничего не летает. Но вот очень хорошо, что вы такую тему подняли, как окружающие условия. Просто, если вы позволите, я тут нашел открытое письмо ведущего специалиста НПО имени Лавочкина, это письмо он написал господину Иванову за полгода до фиаско с Фобосом. Если, позвольте, я просто зачитаю, как он описывает атмосферу, которая царит в ВПК, которая в свое время была одним из передовых в мире. Например, проектирование этих весьма ответственных механизмов проводилось вообще без технического задания, на основании устных распоряжений, часто весьма противоречивых. И уже когда приводы изготавливались, только тогда пришло техническое задание на их разработку. Сами же антенны определились еще позже. Где я угадал, где не очень. Это пример не по самому сложному механизму, устанавливаемому на изделие. Просто мне более понятному. Но такой подход обычной практики в НПО имени Лавочкина. Добиться же соблюдения норм принятых космической отрасли весьма чревато будущими неприятностями. Впоследствии этот факт я очень даже ощутил на себе. Дальше. Напрочь отсутствует теоретическое обоснование принимаемых технических решений, хотя по ЕСКД предусмотрены этапы, предваряющие выпуск рабочей документации. Решающим критерием являются не научно пробированные аргументы, а то понравится ли конструкция начальнику или нет. Какой-либо инженерный диспут невозможен в принципе. Царит постулат я начальник ты дурак. То что вы сказали. И это у нас сейчас происходит в ракетно-космической отрасли. Чего тогда ожидать-то? Ждать-то чего? По большому счету все падало и будет дальше падать. Если вы помните это было после очередной аварии я не помню было столько может быть это было на шахтах когда шахта взрывалась я не помню. Между прочим взрывалась чаще всего из-за того что вламывают датчики. Система да конструкция метана. Если это не русская специфика я не знаю где в мире понимаете это датчик до чего это делается. Майкл должен вас прорывать прорываемся новостной перерыв оставайтесь с нами. Добрый день мы снова в эфире программа Парадокс у нас в гостях Майкл Бом редактор отдела мнения комментариев газеты Moscow Times и рассуждаем мы о мифе плохой русской трудовой этики да Майкл вынужден вас прорывать Дмитрий Леведов наверное лучше всего сказал это было после очередной аварии на шахтах или я не помню что разгильдяйство это угрожает национальную безопасность России именно разгильдяйство а разгильдяйство чье вы понимаете ведь насколько я знаю на той же распадской шахтеры были поставлены в такие условия что если они не выполнят норму то они практически будут получать мизиную зарплату им нужно кормить семьи эти датчики просто отключались для того чтобы они могли заработать менеджер манагеры владельцы эффективные манагеры вопрос напрашивается если это будет взрыв и не будет шахты так случилось зачем перевыполнение плана в гробу карманов нет а рабочие не могли выполнить даже план с этими датчиками то есть остались бы без зарплаты поэтому это вопрос к владельцам и к эффективным менеджерам а эффективные менеджеры у нас такие что они дальше уноса дальше одного дня уже ничего не видят они получили по заслугам они ничего никого не наказали нет они оказываются без активов без шахты если весь смысл они об этом не думают поверьте мне но сейчас они думают понимаете они оказались у разбитого карита поэтому Медведев говорил вопрос напрашивается мозги включили а у них нет мозгов понимаете когда президент говорит о разгильдяйстве в голове это в чьих головах а я считаю что в головах эффективных менеджеров в том числе правительства я вот еще хочу цитату зачитать как раз по этому поводу из открытого письма в общем Сергей Борисович проблем как говорится выше крыши не буду рассказывать о системе откатов это совершенно отдельная тема ей пусть занимается если захотят компетентные органы а можно поднять документацию по серии запусков демонстраторов по солнечному парусу да много почему или по современным например Мэтнет одно скажу никто их всерьез не собирался и не собирается запускать а все эти прожекты включая разные там Луна Глоб Луна Ресурс и прочее прежде всего прекрасный повод для бесконечных заграничных вояжей начальственной верхушки и элементарного выкачивания денег из бюджета а чего стоит эпопея с Фобос Грунт повторяю это было написано за полгода до аварии с Фобосом вот где настоящая курица несущие золотые яйца если придется все таки отправить этот аппарат в полет то очень многие будут искренне огорчены расставанием скажете все что все это голословно проверьте сами сопоставьте даты начала работы из расходной суммы и оцените что уже сделано и оцените не рекламные ролики и не выставочный макет а реальное железо это не сложно уверяю если подойти к этому вопросу нет предвзято без опаски обидеть хороших людей то можно найти много любопытного это писал инженер за полгода там чуть ли у нас не национальная трагедия была да как же так в очередной раз мы обосрались и в этом конечно виноватым такое русское разгильдяйство то есть не то что русские инженеры и русские рабочие поставлены такие условия так называемые эффективными менеджерами той ситуации в политике которая сложилась в стране а это вот именно русское разгильдяйство получается то есть люди вырубают датчики метана концентрации метана прекрасно понимают что может рвануть а деду а делают они для того чтобы просто выжить накормить семью прекрасные условия работы да если так разобраться так кто у нас виноват то получается отнюдь не рабочие нет они это это корпусное право безусловно а кто же у нас тогда бояре я говорю что вся система гнилая согласен это сверху донизу и это и зарплата все мне кажется все производное от зарплаты почему зарплата маленькая потому что очень мало остается но в том числе почему вся прибыль водится за рубеж ну и это и надо платить и и кошмар и бизнес надо ему платить пожарнику ментам всем надо платить а что остается понимаете это все звенья нон цепи а когда нет зарплаты как люди будут работать я говорю что это это настолько простая вещь что столько платит столько будет работать нет мотивации для работы с вами согласен абсолютно но что что делать то но дело в том все из-за коррупции это настолько системно у меня нет простых кроме эмигриров в Америку где коррупция есть но она настолько она на более высоком уровне там просто она не на бытовом уровне правильно она да она на высоком уровне и пресекается то есть закон работает закон есть люди которым наплевать на закон но это это особый тип но вообще закон пугает что он должен а здесь мало кто считает знаете я просто 12 лет прожил в Америке там что меня всегда приятно поражало это то что есть уважение к закону а почему уважение к закону потому что люди прекрасно понимают что тебя останавливает например полицейский и ты понимаешь что в общем-то ты к нему испытываешь уважение потому что он тебя не обидит а только защитит ну и и ведь это складывалось с десятилетиями уважение к закону базируется на том что закон защищает всех одинаково в среднем не все уважают закон например Снодден хороший кстати пример ну будет время поговорим о нем хороший пример очень интересный он считал что закон плохой и я не буду то есть это его гражданское неповиновение это ошибочная позиция ну чисто формально он предатель он подписывал бумаги он не разглашил он не имел право он имел право есть другие методы ну с другой стороны в общем-то он делает хорошее дело ну кому как ну просто по простой причине что все те обсуждаются теории которые говорили что это все теория заговора этого подобного никакая теория не заговора а реальность оказалась нет если ему не понравился этот закон он должен бороться против этого закона внутри демократической системы это значит через конгресс вы еще думаете что в Америке есть демократия да но демократия нет формальная да но больше демократии чем в других странах без слов нет согласен по сравнению да все познается в сравнении по большому счету да чистой кровной демократии нет нигде ну система более или менее работает потому что есть какая-то система сдержек противовесов это самое главное есть гражданское общество есть система обратной связи есть СМИ да ну давайте не будем трогать американские СМИ есть НКО вот это ненависть России НКО они именно это и есть система сдержек противовесов но что касается я говорю что если СНО не понравился закон он должен был оспаривать этот закон есть демократические правовые механизмы оспаривать закон он просто слил и пошел на разрушение так нельзя и тем более что он нарушил присягу это святая святых поэтому не все уважают закон у каждого свое представление как борется против плохого закона но я напомню что Март Нутер Кинг тоже ему не понравились американские законы которые сказали допустим что черный сегрегация да афроамериканцы должны садиться только в одну часть автобуса и он боролся против этого закона гражданское неповиновение поэтому ну это это было давно я просто говорю что в общем и целом есть общее уважение к закону да есть это очень приятно потому что почему потому что в законе обсуждается гражданское общество включено их голос слышен конгресс это и есть место для дискуссии понимаете вот это у нас как сказали дума не место для дискуссий но есть обратная связь понимаете все работает пока есть обратная связь между избирателем и избранными не все довольны но но она по крайней мере существует да ведь можно же отозвать конгрессмена и в принципе когда есть противоборствующие партии да и мэры себя ведут очень осторожно потому что его противник всегда может на него накапать грубо говоря если он заворовался или еще что-то или СМИ могут обнаружить ну СМИ я не знаю почему вы так цинично я не цинично просто СМИ в последнее время это просто политические простудки им сказали не говорить они не говорят сказали говорить они говорят кто сказал ну последний пример с тем же Сноуденом да президент Буш ведь Сноуден был на передовицах какое-то время ой какой Буш оговорка по Фрейду Обама между ними разницы в общем никого нет Обама в общем-то отдал приказ что ребята давайте эту тему начинаем гасить Сноуден ушел из передовиц в американский я следил следил слезально какие газеты вы читаете я читаю Вашингтон пост Нью-Йорк Таймс каждый день я встречаю Сноудена ушел ушел посмотрите отследите это уже не самая такая главная тема это закономерность новости но он он торчит в Шереметове но сколько можно о нем говорить он написал какое-то письмо это информационный повод но если он просит торчит в Шереметове нет чем писать нет я хочу до этого но да это немножко затихло дело Сноудена но каждый день несколько строчек в Нью-Йорк Таймс в Вашингтон пост у Сноудена и достаточно критически я не согласен с вами может быть но это прелесть демократии что не соглашаются люди вы судите по России я не знаю нет я в российские газеты вообще не считаю особо настроение портит до завтрака и после завтрака как следую совету профессора Преображенского да поэтому но мы немножко в сторону по поводу трудовой этики ну не знаю я могу привести просто один пример когда я написал книгу я общался с многими русскими это как сбор собеседований с русских один очень наглядный пример человек жалуется на свою работу это достаточно часто явление здесь что бесперспективная работа зарплата хреновая нет перспективы я сказал что если вам не нравится вы можете менять работу надо идти на собеседований как мы делаем на западе ну конкурс и он говорит что но нет на собеседовании ни за что во первых это унизительно я не буду отвечать на какие-то вопросы и во вторых во вторых а если мне не откажут человек не понимает что больше отказа продолжим после новостей добрый день мы снова в эфире программа парадокс у нас в гостях Майкл Бом редактор отдела мнения и комментарии газеты Moscow Times и беседуем мы обсуждаем тему русско-тодовой этики вот Майкл на самом деле очень хорошо раскалит пример про интервью но ведь на западе в штатах но штаты вообще этим отличаются огромная мобильность понимаете и какие там есть центры грубо говоря в штатах это Нью-Йорк Чикаго Хьюстон Даллас Лос-Анджелес Сан-Франциско ну Феникс еще вот такие огромные мегаполисы где в общем-то и уровень зарплат примерно одинаковый в общем-то все представленные многие индустрии американцы могут спокойно передвигаться скажем потеряли вы работу в Нью-Йорке у вас есть вакансия в Чикаго вы прекрасно знаете что во-первых заплатить за билет за разумную сумму вы сможете арендовать жилье в том же Чикаго продать свой дом в Нью-Йорке если у вас есть собственность и купить дом в Чикаго проблем этих нет у нас же проблема с жильем да и если вы посмотрите и ипотека ипотека а потом смешная а какие разницы в зарплатах и доходах между той же Москвой и скажем каким-нибудь крупным горном Новосибирск или тот же Петербург вот это откуда берется вот вопрос что именно вот эти разницы дифференциала в зарплатах между Москвой да и остальными городами ну в Америке зарплаты в Нью-Йорке тоже отличаются чуть-чуть потому что уровень не в два раза не в два раза не знаю не знаю но я знаю что цены два раза поэтому я надеюсь что зарплаты в два раза потому что я работаю в Нью-Йорке цены но как в Москве они зашкаливают поэтому я могу еще один пример привести я руководил компанией в Питере и у нас были ну несколько плохих кварталов в убытках я не ощущал особой озабоченности у коллег что мы в убытках понимаете что это дело очень-очень важно у меня складывалось складывалось впечатление что я работаю в немецкой компании ну компания богатая но мы в убытках все равно они не считают деньги поэтому можно так и работать то есть не надо париться особо это напоминает помните из Булгакова когда Корёвов когда он сказал что он миллионер проси очень много он даст то же самое здесь вот это чувство то есть если компания в убытках это очень серьезное дело я особо не ощущал беспокойство по этому поводу ну еще я общаюсь со многими молодыми людьми людьми например молодой человек устроился в отдел продажи в какой-то компании и он сказал боже мой как я ненавижу эту работу это продажа он понимаете он ожидал что у него будет стол компьютер телефон и ему будет звонить он будет просто сидеть и ну отвечать на какие-то звонки когда ему объяснили что вам надо найти это вам надо нет я не буду никому звонить но это есть такое сейчас начинается он не понимает что везде и на западе мы все впарываем втюкиваем товары мы все продаем а у этого молодого человека о котором вы говорите ему объяснили что скажем с продажей у него будет бонус или нет безусловно был бонус дело дело в том что он изначально он считал эту работу унизительной унизительной а зачем это дойти потому что он думал что это отдел продажи я понимаю компания это компания с мировым именем допустим кока-кола он думает что ну можно просто отдыхать и поэтому вот его представление о продаже извините я спереваю Майкл как вы думаете откуда у этого молодого человека появились такие представления в Советском Союзе такого не было наверное от родителей которые понимаете не было продажи как таковое то есть люди не покупали они достали вещи понимаете не было конкуренции почему допустим это в кока-коле ему надо было по каждому кафе потому что есть пепси который если он не будет этим заниматься пепси будет нет какие-то звонки будут потому что это кока-кола допустим ну какие-то Но сеть не будешь просто на этом уровне. И в этом суд конкуренции. И вообще, я думаю, что россияне плохо понимают институт конкуренции. Это с советских времен. Что такое конкуренция в советской пропаганде? Это был волчий оскал капитализма. Волчий закон капитализма. Это патагонная система. Это нож в спину. Это ужасно. Они сказали, что в Америке плохая тудовая этика. Потому что все ненавидят друг друга. Все жрут друг друга на работе. А у нас в Советском Союзе гармония. Работа на всю жизнь. 100% занятость. Вы никогда не потеряете свою работу. И поэтому вот это искаженное понятие конкуренции. Очень остается до сих пор. Поэтому я думаю, что это много объясняет. Может быть еще это связано с тем, что у нас практически неразвитые слои мелкого и среднего бизнеса. Они просто не могут существовать в условиях коррупции. Кошмары. Нереально ведь работать. Особенно если что-то производить. И отсюда получается у нас монополизм. И отсюда такие дикие высокие цены. Но это вертикал власти. Вообще Россия не любит. Есть политические монополии. Есть экономические монополии. Кажется, что так легче работать. Но это сам обман, конечно. Это будет никуда. Без конкуренции все гнинет. Это Советский Союз. Не было конкуренции. Одна партия, одни товары, и все гнило. Майкл, а у вас не слышится впечатление? Конкуренция в Америке, это как вы знаете. Двигатель прогресса. Да. Мои слова. Но это так и есть. Двигатель прогресса. Двигатель инновации. Это вы не можете отдыхать ни на одну секунду. Потому что ваш конкурент это огромный двигатель. И, конечно, ничего приятного нет. Но это мы воспринимаем как должное. Это не... Правильно. Мы подошли к антименте. Вы это всасываете с молоком матери практически. И почему многие ностальгируют по Советскому Союзу, когда все было спокойнее как бы. И почему многие чувствуют себя беднее. Это психологически. Хотя, конечно, жизнь богаче и более пестрая сейчас. Но люди чувствуют себя... Особенно те, кто не может конкурировать с более, как, скажем, активными, инновационными. Они чувствуют себя беднее. Они чувствуют себя просто... У них нет уверенности в здравом мире. Да. И такое ощущение, что делается все для того, чтобы у людей этой уверенности не было. Но ни у кого нет уверенности. Все временщики. Неправда. Неправда. Американцы, на самом деле... Нет, я имею в виду в России. А, да. Другое дело, что вы способны работать в этой жесткой борьбе, когда есть конкуренты, когда есть более шустрые, более хитрые, более способны. Ну, вы тоже не совсем правы, потому что, ну, смотрите, в Америке не больше, но значительная часть населения, они заняты и работают на большие корпорации, крупные корпорации. А крупные корпорации изнутри, если не социализм, то почти коммунизм. Нет, это меньше половины. Меньше половины, но это, я сказал, это значительная часть, не большая часть, а значительная. Средний, как вы знаете, вот в чем беда здесь, что малый средний бизнес в Америке, это больше половины. Это не беда. Нет, в России это беда, потому что его нету. Это как раз и есть двигатель. Это заблуждение у многих, что вся Америка, это Exxon, это AT&T. Нет, там очень много малых бизнесов. И большую часть рабочих мест как раз они создают. И в Европе то же самое. Да, вы знаете это. И они могут работать, потому что условия благополучные. Закон работы, закон защищает, защищает их собственность. Не кошмарит в Америке. Нет, не кошмарит. И в Европе не кошмарит. Но получается такой, знаете, некий замкнутый круг, что идя, скажем, в школу, да, когда происходит формирование личности, у нас никто не знает, скажем, о конкуренции. Я утрирую, да. Вырастая, люди не привыкают к конкуренции. А ту конкуренцию, которую они видят, они считают абсолютно нечестной. Потому что простому человеку в ней не место, да. Если у тебя нет свата с братом, нет ксивы, то, извини меня, ты никто в современной России. И получается замкнутый круг. Потому что у этих людей вырастут дети, которые тоже будут считать, что все плохо, делать ничего не нужно. А единственное, что нужно сделать, это урвать свой кусок и, может быть, слинять, если повезет. Да. Правильно? Отвали как анекдоты. Да, свалить, свалить. Попугай. Да. Тогда получается замкнутый круг, и здесь нужно что-то менять. Да. А что нужно менять? То, что надо что-то менять, это очевидно. И это на самом деле отнюдь не какая-то генетическая природа, а это вот беда той системы, в которой мы живем с 17-го года. Это такая черная полоса. У меня нет, Майкл, черная полоса в 100 лет, немного. Почему в 100 лет? С 17-го года. Тысяча лет? Почему в 100 лет? Так, тысяча лет назад нас крестили, нет? Почему в тысячу лет? Я имею в виду, в России тысяча лет. Но как государство. Да, чуть побольше, ну ладно. Это гораздо глубже, чем Советский Союз, вот эта черная полоса. Я не знаю, это может быть климатный тот, я не знаю. Ну, Майкл, вы мне извините, но монархический строй, феодальный строй в Европе, он тоже рухнул не так давно. Однако, там все как-то быстро наладилось. Ну, как вырваться из этого замкнутого круга, я не знаю. Но, понимаете, были какие-то попытки, в 90-е какие-то попытки и опять назад, я имею в виду, к вертикальной власти. Феодализму. Да, феодализму. И, понимаете, я думаю, что Путин будет у нас во властях надолго. А кто после Путина, я думаю, что будет человек такого типа. Потому что сильная рука, это и в духе России. Другое дело, что это не очень идет на пользу. Я имею в виду, для элиты, конечно, это идет на огромную пользу. Я имею в виду, как двигатель прогресса. Страна не очень двигается вперед. Я имею в виду, страна в целом не элита. Они очень двигаются вперед. И квартиры в Майами, и все. Я имею в виду, страна. Страна застревает. При этой вертикальной власти. Как мне кажется. То есть, получается, выхода нет. Ну, то есть, так, проследить ваши аргументы, да, выхода нет. Путин будет сидеть долго, вертикаль власти навсегда. Мы будем просто загнивать и умирать. Нет, ну, есть отдельные возможности внутри этой системы. Но если вы, у вас, для обычного россиянина, это перспектива, перспектива не очень. Поэтому есть утечка. Почему, допустим, Гурьев уехал? Это только один человек, но это очень наглядный пример. Это сливки общества. Он видел, что ничего хорошего не будет. Понимаете? Это такая утечка мозгов. Ну, у меня другое мнение, но неважно, да. Это просто пример, который показывает, да. За одним Гурьевом очень много... Причем Гурьев, он же был не просто с улицы. У него же папа очень долго работал. По-моему, сейчас работает в администрации президента. И даже он уехал, да? Поэтому... Ну, я могу цитировать Немцова. Он говорил очень метко, что... Ну, Россия превратится в Саудическую Аравию. Просто нефть, газ, очень мало народу, потому что самая инновационная часть уедет. Ну, и будут слуги для элиты. То есть, просто, как Брин сказал, что Нигерия в снегу, Немцов сказал, что Саудическую Аравию в снегу. Ну, если зимнюю Олимпиаду проводить в субтропиках, то, в общем-то, недалеко от действительности. Ну, может быть, и не все так уж плохо. Там доходы на душу населения в Саудическую Аравию неплохая. Ну, неплохая, но там же платят только коренному населению. Что? Там же платят только коренному населению. А остальные гастарбайтеры. Ну, и в России гастарбайтеры много. Ну, мы должны прорваться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире. Программа «Парадокс». У нас в гостях Майкл Бом, редактор отдела мнений и комментариев газеты «Москву Таймс». И обсуждаем мы такой миф, как о плохой русской трудовой этике. Приходим к поводу, что с русскими это все в порядке. Это вот что-то с системой, с нашими правителями. Правда, ты всегда можешь сказать, что народ достоин своих правителей. Но это вопрос не для этой передачи. Ну что ж, у нас есть два телефонного звонка. Добрый день, Александр. Добрый день. Добрый день. Мне вот это муличство западное нравится. Насчет того, что русские ленивые, менталитет тысячелетний. Я сколько езжу на Запад уже, не одно десятилетие, я вот этот бред постоянно слышу. Есть такое дело. Типа, вы ленивые, поэтому бедные. Ну давайте разберемся, а почему богатые на Западе? Где взял Морган деньги для развития, начальный капитал? Где взял Дюпон на торговле рабами? Ну там же, где и наши олигархи. Нет, но они это давно взяли. И вот эти деньги, они сосредоточились в одном месте, на Западе, и приносят сверхприбыль за счет того, что они обирают всех вокруг себя. И потом не надо забывать, что Россия несколько сотен, если не тысячу лет, вот, сдерживала вот эту восточную Орду, которая все время рвалась на Запад, да? И она здесь увязала, это Орда. И Запад фактически жил он там себе в условиях, там они между собой только дрались. У них не было серьезность никаких нашествий. Вот, я уже не говорю там про космос и прочие-прочие, избитые эти фразы. Вот, но однако мы чего-то же достигли, да? Нам все время говорят, вот вы пьяницы, вы там, оказывается, что мы не самые первые на планете по потреблению. Оказывается, там французы на первом, американцы на третьем, а мы вообще на каком-то одиннадцатом месте. Вы знаете еще, что до революции в течение двух веков, как оказывается, знаете, да, что Россия была на предпоследнем месте по пьянству в Европе? Вот эти все мульки, они усиленно придумываются и проталкиваются, я так думаю, это же была целая история, вот, радио Свободы, Голос Америки, они когда-то все это по определенной программе, все это сюда двигали, вы думаете, это все закончилось? Нет, это все продолжается. Нет, это не закончилось, это продолжается, согласен. Идеологическая война, она будет, нас надо держать, а вот как Греф сказал, нужно 50 миллионов, он в Америке в этой же сказал, там у них гостя, ему все руку плескали, нужно 50 миллионов в Америке. Ну, Греф, он очень, он плохо считает, на самом деле Греф плохо считает, он не очень хороший финансист и экономист, а вот Маргарет Тэтчер сказала, что нужно всего 15. 15, да, и вот эти все люди, вот, смотрите, они до сих пор власти, а они... Отсюда можно сделать какой вывод о существующей власти? Мы не понимаем, мы алкоголики, не продолжают нам встулять вот эту ерунду, мы сидим, слушаем и думаем, какие же мы придурки. И у нас нет будущего, да. Они, да, в это время сосут триллионы из нас, Запад, потихонечку так, и втихую, и все это, и на полпроцент, даже на сотую процента оплачивают вот это вот мысли нам, чтобы мы сами себе думали. Вот вся картина, понимаете, очень простая. Ну, Александр, позвольте возразить вам, наверное, от Майкла будет ему возражать. Почему? Я согласен, я согласен, я не очень люблю эти стереотипы, что ленивый, это очень поверхностно. Обломовщина имеет место быть, это не на пустом месте, что есть такой институт, не только человек, а институт обломовщины. И имели, и все прочее, это не американская выдумка, это... Кончаров не американец был. Ну, здесь нельзя путать разные понятия. Ленивость и безнадёга, они переплетаются, но когда против лома неприёма в течение, я не знаю, сколько веков, это порождает безнадёга. И это превращается в апофигизм, в безысходность и отчасти в ленивость, потому что, ну, против лома неприёма, понимаете? И поэтому сложно сказать, что просто с рождения русской ленивой это глупо. Но то, что вся система порождает безнадёгу, если у вас нет платы, если у вас нет, допустим, полукриминального менталитета, если вы не шустры, или вы не можете перехитрить систему, систему, которая изначально идёт против вас, ставить припони на каждом шагу, если вы не можете, если вы больше склонны к честному труду, скорее всего, вы проигрываете. И это порождает, ну, я бы сказал, больше безнадёгу. И я ещё раз говорю, что самый нагладный пример, если вы взяли вот это, в кавычках, ленивых русских, когда они оказываются, допустим, в Америке, в нормальных условиях, никакой лени нет, они очень активны, потому что они... Особенно второе поколение, которое уже там рождается и воспитывается, да? Посмотрите на Сергея Брина, ну, это, конечно, это особый пример, но есть очень много российских эмигрантов, которые абсолютно нормально работают, активно, они видят смысл, понимаете, и уважают их труд, и так далее. Поэтому ленивость — это как бы производная от уродловой системы. Поэтому какая-то ленивость имеет место, надо анализировать, почему это всё есть. Не потому что они... Это не связано с алкоголем, это не связано с рождением, это даже не связано с климатом, хотя говорят, что холодный климат порождает ленивость. Чего только не придумают. Или ещё пеленание, я слышал это, да, что туго, туго пеленяют детей, да, что это дети становятся скованными, это внушает в рабский менталитет, но это полушутяк, конечно. Это британские учёные доказали, да? Нет, никто не доказывает, это просто такая провокация, я бы сказал. Ну хорошо. Русофобская провокация. У нас есть ещё один телефон за ног. Виктор, добрый день. Добрый день. Ну, можно только порадоваться за Майкла. Он действительно очень искренний, и, несомненно, его точка зрения чрезвычайно важна. Но стоит задуматься над тем, посмотрите, пожалуйста, мы все понимаем систему, но посмотрите, что мы делаем, вольные или невольные, как дети. Мы апеллируем к власти. Власти это же такие же, как мы, совершенно ординарные люди, и мы должны сами искать, почему мы, из уже понятной всем и всем, почему мы даже не пытаемся мыслить в том направлении, как из этой системы, этих вещей, уже доказано, что за рубежом работают русские, там и так далее, и так далее. На генетическом уровне же никакого ущерба нет. И поэтому вот не задуматься о том, что вообще отсутствует в России система вот такого, еще раз, стратегирования, поиска этого ресурса. Ну, слушайте, а еще раз, я повторюсь просто, извините вас, перебиваю. Понимаете, Россия в настоящий момент представляет собой сырьевую колонию под внешним управлением. Поэтому говорить о каком-то стратегическом планировании или развитии и населения, и человеческих ресурсов, это просто люди должны это понять и сделать для себя вывод. Оставаться им здесь, либо пытаться что-то изменить, либо уезжать. Если люди не хотят ничего менять, пусть остаются здесь, либо уезжают. Вот выбор-то на самом деле какой. А никто ничего менять не хочет. Всем хорошо и тепло. Понимаете? Это самое простое, это самое такое решение, ну, такое очевидное, на таком очень примитивном уровне. Какое очевидное решение? Что-то поменять? Очевидно. Да, несомненно. Несомненно поменять. И для этого есть, еще раз говорю, Ицхак Адизес, президент Института Адизеса, почетный доктор Ранг при президенте Российской Федерации. Пожалуйста, еще раз говорю, публикация 20 января 2013 года. Всех обращай туда. Пожалуйста. Вот это выход, о котором так же, как Майкл, человек со стороны, точно такой же человек со стороны, но он видит перспективы России. А Майкл не видит? Он не может его видеть. Он просто его не может. Хорошо, спасибо. Вот радиослушатели считают, что вы видите выход. А я вот с вами разговариваю, а вы мне говорите, что, вы знаете, вот надо систему менять, а ее поменять нельзя. Путин это надолго. То есть нет выхода. Надо кардинально. Ну, это, я не хочу призывать к революции, это слишком кардинально. Это уже статья, да? Ну, работа внутри системы, которая изначально сделана против тебя, это очень сложно. Это замкнутый круг. А как вырваться из этого круга? Ну, есть, все время этого два. Это один из способов. Получается, это единственный способ тогда? Ну, для, я бы сказал, для обычных людей. Есть люди, которые, не обязательно в элите, но, наоборот, вот это российский предел, беспредел, это очень выгодно. Огромные нормы прибыли. Да, это богатство. Потому что они могут разыгрывать эту систему, воспользоваться этой системой беззаконием, беспределом. Но обычные люди, у них нет таких навыков, понимаете? Самый ценный навык в России, это мухлеват, это объегород. Это всегда было так. Это было в Советском Союзе. Это не русские навыки, кстати. Нет, ну, это навыки выживания. При Советском Союзе было, и это остается, потому что система все равно враждебная. А те, кто выигрывает, это те, кто, это шустрый. Те, кто создавал эту систему. Да. Практически. Но если у вас просто мозги, просто честные мозги, вам тяжело будет. Да. Невозможно. И если у вас нет блата, понимаете? Потому что блат, это может без мозгов, потому что если у вас блат, это компенсирует. Блат компенсирует мозги. Ну, вы знаете, блат компенсирует... Вот Петерим Сорокин с вами не согласен. Он прекрасную теорию создал, деградация элит называется. Отрицательный отбор. Рано или поздно все это рухнет. Лучше бы раньше, чем позже. Ну что ж, на этом мы программу заканчиваем. Как казалось, что у русских нет проблем с трудовой этикой. Все это пропаганда. У нас в гостях был Майкл Бом, редактор отдела «Мнение и комментарии» газеты «Москутаймс». Удачи!